МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей Хабир Лер в студии для вас работы Тасан Абиблаев сегодня в нашем выпуске. Встреча членов президиума Крымского парламента с делегацией Турецкой Республики. Создание крымского лжемуфтиата в Украине вызвало резонанс среди крымских мусульман. Сына Мустафы Джемилева, Хайсера Джемилева, освободили из колонии в Астрахани. Долгожданное открытие водовода. Жители села Береговое Бахчисарайского района возмущены поступками председателя сельского совета. Сегодня в Государственном совете Республики Крым состояла встреча членов президиума Крымского парламента с делегацией Турецкой Республики. Также делегация приняла участие в пресс-конференции, которая посвящена визиту турецких общественных и политических деятелей. С места событий наш корреспондент Султаней Ситакаева. Глава Турецкой Ассоциации Евразийских Правительств, доверенное лицо заместителя руководителя Генеральной Дирекции Безопасности Турции Хасан Дженгиз в ходе встречи с членами президиума Государственного совета Крыма рассказал, что члены делегации не боятся уголовных дел, возбуждаемых против них на Украине. В этот кризисный период мы делаем общественную дипломатию, подвергаем себя рискам. Украина уже возбуждает дела против нас. Но для достижения мира нужно быть смелыми, честными, занимать четкую и прозрачную позицию. Нужно быть либо черным, либо белым. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек отметил, что Украина не смогла подавить госпереворот, который произошел в 2014 году. Крымский народ сделал свой выбор на референдуме. И со стороны Украины экстремистские действия по отношению к гражданскому населению Крыма продолжались и после воссоединения Крыма с Россией. Как следствие госпереворота, народ Крыма на референдуме сделал свой выбор в пользу воссоединения с Россией. Это была защитная реакция от нацизма, от несправедливых действий, которые угрожали гражданскому населению с Киева. Экстремистские действия по отношению к гражданскому населению Крыма продолжались и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ремзей Ильясов подчеркнул, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией крымско-татарский народ получил импульс в развитии. Мы можем свободно говорить на своем языке, мы проводим свои мероприятия, никто нас не ущемляет. У нас действует 15 школ с крымско-татарским языком и сейчас школа четырех президентов, мы называем, это четыре президента Украины, так и не могли ее достроить, обещая. Но президент Российской Федерации Путин дал поручение и мы 25 декабря вводим самую современную школу в Крыму, и это будет школа с углубленным изучением крымско-татарского языка. По словам члена Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Искендера Белялова, визит турецкой делегации очень важен для республики. Иностранные гости убедятся, что социальная и политическая жизнь в Крыму изменилась к лучшему. Я думаю, после сегодняшней встречи представители турецкой делегации после приезда в Турцию расскажут, как в Крыму обстоят дела. Со стороны Украины и западных СМИ много лжи, но наш народ живет на своей родине и развивается во всех направлениях. На пресс-конференции, посвященной визиту турецкой делегации в Крым, Хасан Джингиз заявил, что Турция никогда не признает попытку создания муфтиата в Украине. Напомним, в ходе визита в Крым турецкая делегация провела ряд важных встреч. Кроме того, гости из Турецкой республики посетили место строительства будущей соборной мечети в Симферополе. А еще один из древних памятников крымско-татарской культуры – Ханский дворец. В Султане есть такая Ваумер Мустафаев, телеканал «Миллет». Создание крымского лжемуфтиата в Украине вызвало резонанс среди крымских мусульман. Абсурдная идея украинских оппонентов смешит одних и в то же время оставляет в недоумении других. Это событие обсудили сегодня на пресс-конференции, которая прошла в рамках видеомоста «Москва-Симферополь». На связи из Толизы России был первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления Мусульман Российской Федерации Рушан Хазрат Абясов. О создании лжемуфтията информация во всемирной паутине появилась еще в январе. От слов к делу затейщики перешли только сейчас. «Им нужен человек, который будет на международных аренах рассказывать о проблемах Крыма. К сожалению, на международных аренах люди не всегда скурпулезно подходят к вопросу изучения, действительно ли этот человек представляет мусульман Крыма. Очередная попытка получить какую-то дополнительную трибуну и с трибуны мусульман Крыма получить какие-то дополнительные дивиденды». И тут стопроцентное попадание. «Как объяснил Ислямов, новый муфти сможет представлять крымско-татарских мусульман на всех украинских и международных площадках, но не сможет один принимать решения, касающиеся муфтията. Только по согласованию с Советом Улемов», отмечает в одном из информационных агентств. Тем более, что законодательство Украины не запрещает создавать подобные организации. «В Украине с этим есть большая проблема. Любая организация сегодня религиозная может назваться себя как угодно. Если я, как религиозная организация, называю себя «Духовное управление мусульман Украины», я становлюсь «Духовное управление мусульман Украины». И никакой закон меня этому не запрещает это сделать. Соответственно, с этим названием я могу ездить по миру. И люди, просто переводя название моей организации, могут подумать, что я являюсь «Духовное управление мусульман Украины». И, к сожалению, мусульмане Украины не являются таким большим каким-то сообществом, о котором знают в мире. И, соответственно, люди, живущие в мире, мусульмане, могут обмануться этим лозунгом, этим названием. Я думаю, именно на это делается ставка, чтобы подменить одного муфтия другим». Напомним, в Киеве состоялся съезд представителей 14 организаций из Херсонской области, Киева, Львова и Винницы. Там было принято решение о создании Украинского духовного управления мусульман Крыма. Выбрали и так называемого муфтия Крыма, которым стал некий Айдер Рустамов, никогда не живший со своим народом в Крыму. Так называемое избрание в Киеве муфтия Крыма на полуострове рассматривается как очередная провокация против закона во муфтиях Аджимир Алиаблаева. «Мы с первых же дней поддержали наше духовное управление мусульман Крыма в лице его председателя Эмир Алиха Аджимир Аблаева. И сделали заявление. И сегодня по поручению муфтия Шейхаравиля Гайнудина я также уполномочен заявить, что российская мусульманская умма единодушно признает избранного, получившего полную поддержку и доверие мусульман Крыма, председателя духовного управления мусульман муфтия Эмир Алиха Аджимир Аблаева, как единственного и полномоченного главы мусульман Крыма». Кроме официальных лиц, эти события комментирует и общественность крымско-татарского народа. «Как мы можем воспринимать их как муфты? Никогда оно не должно быть. Это несерьезно. Ни политической стороны, ни моральной стороны, ни духовной стороны. Это неправильно. У нас есть муфтыя. Вот будет в 2018 году выборы, пускай автобиагра подадут, пускай если народ изберется в Крыму, это нормально. И то в Крыму, а не где-нибудь, где народ сидит». На протяжении 23 лет в Крыму создавались десятки организаций, что разделяло крымских татар на разные религиозные течения. Не так давно в Крыму пытались создать параллельную структуру крымскому муфтия, то так называемый «Таврический муфтияд». Однако и эта идея не увенчалась успехом. Помните аяты священного Курана. Держитесь за верфи Аллаха и не разделяйтесь. Нариман Тарсинова, Али Маметов, телеканал Миллет. Сына Мустафы Джемилева, Хайсера Джемилева освободили из колонии в Астрахани. Об этом на своей странице в Твиттер рассказал адвокат Николай Полозов. В феврале этого года советский районный суд Астрахани отказал Хайсеру Джемилеву в условно-досрочном освобождении, сообщал адвокат. Хайсера Джемилева осудили на пять лет по обвинению непредумышленному убийству в июне 2015 года. Позднее Верховный суд России сократил срок заключения до трех с половиной лет. Изначально дело расследовали в Крыму, а в марте 2014 года оно было передано в Верховный суд России, а затем в суд в Краснодарском крае. Виктор Янукович должен был сегодня дать показания как свидетель в формате видеоконференции из здания Ростовского областного суда. Сразу после начала суд в Киеве предложил перенести допрос экс-президента Украины Виктора Януковича на 28 октября из-за того, что на заседание не доставили бывших сотрудников спецподразделения «Беркут». Бывший президент заявил, что его допрос затягивает умышленно, чтобы не была установлена истина в деле о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года. Состоялось расширенное заседание Совета общественной палаты Республики Крым. В ходе работы обсудили проект стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года и планы по ее реализации. Также была озвучена информация о ходе реализации решений об организации дорожного движения в Симферополе, а также о состоянии подготовки Республики Крым к отопительному сезону 2016-2017 годов, о мерах по обеспечению стабильного функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимний период, принятых на предыдущих заседаниях. Кроме того, рассмотрели вопрос о льготах на оплату капитального ремонта гражданам, проживающим в Республике Крым и достигшим 70-80 летнего возраста. В большинстве регионов Российской Федерации существует льгота для людей, достигших 70-летнего возраста и достигших 80-летнего возраста. Эти люди получают счета по взносам на капитальный ремонт, 70-летние люди со скидкой в 50%, а 80-летние вообще не участвуют в этом деле. К сожалению, наш закон это не вошло. Сегодня мы его еще раз обсудим в присутствии заинтересованных министерств и ведомств, и, я думаю, прием решение, если согласятся члены Совета, чтобы обратиться и в Государственный Совет, и в другие станции, для того, чтобы все-таки эти пожилые люди имели эти льготы. В селе Виноградное Ленинского района состоялось долгожданное открытие водовода. Жители села более 10 лет преодолевали путь длиною 2 километра, чтобы набрать воду. Сложнее всего приходилось зимой, так как дороги превращаются в каток. Водовод в селе – большой праздник для сельчан. С местными жителями удалось побеседовать нашему корреспонденту Абдулия Джасман. На территории Ленинского района сложилась нелёгкая ситуация со снабжением населения питьевой водой. Причины – перекрытие Украины в 2014 году, северокрымского канала, нехватка воды в нарывных водохранилищах, высокая степень износа сетей водоснабжения, объектов и сооружений на них. Стервер Бей переехал в Крым в 1989 году. Он живёт сыновьями, у которых уже свои семьи. По словам сервера ГА, воду давали редко, по графику. Приходилось привозить воду из соседних сёл. Ну а теперь вода есть круглосуточно. Можно привезти в порядок огород. Это бассейн, мы воду запас набираем. Летом не хватает, отсюда пить, сирать. А сейчас будем скаловки пить? Дай бог, дай бог, дай бог, чтобы была вода. В сёлах Виноградный и Романово проживают около 500 семей. То есть более тысячи человек получили стабильное централизованное водоснабжение. На капитальный ремонт были выделены средства из республиканского бюджета. На мероприятии в честь открытия водовода присутствовал депутат Государственной думы Константин Бахарев. Я абсолютно убежден, что мы все вместе постараемся не снижать набранных темпов. Постараемся сделать всё, чтобы вода пришла. И как можно большее количество сёл Ленинского района. Уже в этом году мы планируем подать воду ещё в несколько сёл. Заменить сети внутри населённых пунктов. Провести подводящие водоводы. Заменить водонапорные башни. Эти работы планируются завершить в течение ближайшего месяца. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Яков Зейтулаев отмечает, что проблема водоснабжения существует и в других сёлах полуострова. На самом деле в сельской местности в Крыму достаточно много сёл проблемных. У нас 38 населённых пунктов, где осуществляется подвоз воды. И порядка 200 сёл, где вода подаётся по графику. И наша основная задача, конечно же, дать людям круглосуточное водоснабжение. И мы в этом направлении двигаемся. Стоит отметить, в этом году завершатся работы в 30 населённых пунктах. На капитальный ремонт внутриквадратных сетей водоснабжения из бюджета Республики уже выделены средства. Абдулладий Осман, ЭДМС Мейлов, Телеканал Миллет. Жители села Береговое Бахчисарайского района возмущены поступками председателя сельского совета. В сентябре под руководством председателя песчанского сельского поселения был проведён водопровод. Но были нарушения согласно проектному решению. Ситуацию разбиралась наш корреспондент Софья Шукурова. Проектом предусматривался капитальный ремонт замены участка водопровода протяжённостью 570 метров из цементных труб по улице Большая Морская, села Береговое. По словам жителей, при прокладке труб не были соблюдены все нормы проектного решения. Роза Самар по образованию строитель. Она обеспокоена тем, что из-за несоблюдения всех норм после мороза в село останется без воды. Согласно проектно-сметной документации, вот этот водопровод должен иметь ширину траншеи 60 сантиметров. И основании должен быть песок на 10 сантиметров, потом труба полиэтиленовая, и потом с боков и сверху. Сверху 30 сантиметров песка, а с боков по 10 сантиметров. Вот это было не выполнено. Трубу просто вбивали в эту траншею. А сверху мокрый грунт с камнями. Значит, это все осядет и продавит трубой. Проект прокладки водопровода не был согласован с жителями поселка, а также с местными депутатами. Выяснилось, несмотря на выделенные средства из местного бюджета, каждому жителю пришлось внести дополнительную сумму. Почему-то здесь только делается все для галочки. С людьми не посоветовались. Проект мы, депутаты, также не утверждали. Те деньги, которые были заложены проектом, они, допустим, освоились. Но никто не думает о тех деньгах, которые вложили люди. И сегодня непонятная ситуация. Они основной водопровод положили, а подводку каждому дому это делается за счет каждого потребителя. И уже некоторые люди заплатили по 5-6 тысяч. Алексей уже проводит к дому водопровод. Говорит, делает все капитально. Согласно нормам российского законодательства, он уже вывел колодец, где будет устанавливать счетчик. Согласно их распоряжению, мы эти нормы выполняем. А нормы, которые заложили трубу магистральную, это уже другой вопрос. Согласно тех норм, они не придержались, не выполнили технические условия. Ну и, естественно, такая будет эксплуатация. В дальнейшем все эти порывы будут делать за счет сельского совета или за счет людей. Также, по словам жителей, на данном участке не осуществлялся технадзор. Кроме того, на эту улицу составлен проект на асфальтирование. Но и здесь жители столкнулись с проблемой. По их мнению, все дело в халатности местной администрации. Есть проект на укладку асфальта. Дорожники тут же пришли, посмотрели, сказали, мы на эту работу асфальт укладывать не будем. И ответственность за огрехи те, которые провели при водоснабжении, не будем отвечать. И получается, что сейчас полмиллиона мы отдали на водопровод бюджетных денег. Следом миллион мы отдаем на ремонтные работы дороги. А через год, через два мы снова будем восстанавливать всю эту некачественную работу. Получается, бюджетные деньги просто выброшены на ветер. А бюджетные деньги – это деньги наших налогоплательщиков. Хотелось бы просто обратить внимание нашу администрацию, Песчанского сельского совета, за халатное отношение к выполненным работам. Для разъяснения ситуации мы пытались связаться по телефону с председателем Песчанского сельского поселения Еленой Кузнецовой. Ну а после приехали в администрацию, но не застали председателя на рабочем месте. Наша съемочная группа будет следить за разрешением ситуации. Повышение эффективности формирования у детей и молодежи устойчивости к антиобщественным проявлениям и противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации обсуждалось в ходе совещания в формате видеоконференции. В Крыму антитеррористическая деятельность в сфере образования проводится методично. Представителями правоохранительных органов проводятся соответствующие мероприятия. Крымчанам не свойственна экстремическая или террористическая деятельность. Никакие чуждые для крымчан идеологии, они не могут просто прививаться на данной земле. И поэтому мы в системе образования вот это изо дня в день методично рассказываем. Мы видим, что происходит в мире. Видим, какая ситуация очень сложная. И для того, чтобы не допустить в нашей стране таких подобных случаев, мы должны заниматься в первую очередь с молодежью, поскольку она подвержена, имея определенные психологические моменты, подвержена именно влиянию таких идеологий. И нам сейчас, взрослым преподавателям, студентам, надо работать над тем, чтобы молодежь имела возможность противодействовать подобным влияниям. На сегодняшний день угроза террористической идеологии в Крыму есть, считает руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Республике Крым Александр Балучев. Но при этом ведется работа правоохранительных органов. Угроза, она есть всегда, потому что враг не дремлет. Это, прежде всего, распространение через интернет. Это агитационные какие-то материалы экстремистского характера распространяются. Но правоохранительные органы, органы безопасности реагируют на это. Проводится ряд мероприятий непосредственно, которые не дают спровоцировать местное население, нас, крымчан, каких-либо последствий, чтобы они привели к негативу и провокационным действиям. Музей краеведения и истории грязелечения города Саки возобновляет свою работу после двухлетнего перерыва на капитальный ремонт. Музей был создан в 1909 году. На открытии присутствовала и наш корреспондент Гульнара Каримова. Двухэтажном музее всего 12 залов. В основу коллекции музея положены экспонаты и материалы, собираемые с начала прошлого века. Это единственный в мире музей, экспозиция которого посвящена истории грязелечения с древнейших времен и до наших дней. Здесь представлены все методы и способы применения сакских грязей. Кроме этого, предметы средневековья – амфоры, обломки плит с древнегреческими надписями, глиняная посуда, античные якоря, херсонские монеты. На стенах написаны легенды, связанные с историей Крыма, рассказы о докторах, которые внесли свой вклад в развитие курортного дела, их документы и фотографии, а также зал природы. Музей можно назвать разносторонним, так как в нем есть зал и крымско-татарской культуры, где присутствуют все предметы быта крымских татар. Их одежда, посуда и священная книга «Мусульман Куран». Здесь есть также карманный Куран, возраст которого 260 лет. Это все раскопано в окрестностях нашего города. У нас уникальный в археологическом плане регион Крым. В любом музее нашем крымском, самом сельском музее, вы найдете удивительные археологические артефакты. Но приезжим это очень интересно. Да и нашим детям, они же не ездят по всем музеям, они приходят в свой родной музей. И впервые видят здесь вот эти скифские глиняные лепные горшки, вот эти вот греческие амфоры. Вот там всевозможные монеты и прочие предметы, принадлежавшие народам различных эпох, живших на территории Крыма. В день открытия для посетителей провели экскурсию по музею. Айше Барабаш работает в сакской школе. Она рассказывает, до реставрации ученики всех школ часто посещали этот музей. Дети всегда оставались под впечатлением. Мы сегодня считаем, что для города Саки это очень такой важный день. В его, так сказать, истории. Дети наши подчеркивают отсюда знания. Знания своей истории, традиции, культуры. Не только своего народа, но также знания и вот те вот сведения, которые еще, наверное, пришли к нам с первых истоков. Здесь очень интересные проходят мероприятия, касающиеся не только истории. Это и дружба народов, и культура народов. В ходе реконструкции учреждения был восстановлен дворик музея, в котором построена малая сцена и планируется создание новых экспозиций. Отреставрирован фасад музея, отремонтировано водохранилище, залы музея. Заменена крыша, построена дренажная система. Музей – это история, музей – это память, музей – это свидетельство того, что действительно курорт был, курорт есть. И есть современная история, есть древняя история. И я думаю, сегодня вы все увидите вживую экскурсию по музею, пройдем и какие-то моменты. Я думаю, что мы в ближайшее время организуем несколько ярких, хороших выставок в рамках музея, пригласим известных художников, живописцев. Администрация города отмечает, предстоит еще много ремонтных работ. Планируется также открытие зала современного курортного лечения и зала музейной славы. После экскурсии состоялся концерт. Гости пополнили фонд музея памятными подарками. Гульнара Каримова, Ибраим Ганиев, телеканал «Милет». В центральную городскую библиотеку города Судак с рабочим визитом прибыли представители медиа-центра имени Исмаила Гаспринского. Работникам и гостям библиотеки была предоставлена работа проделанная за 2016 год. Новые книги, журналы и газеты. Выставка, посвященная популяризации живописи в нашем регионе. Вообще я провожу выставки по всему Крыму. Всего провел 50 выставок. Вот это 50-я выставка, юбилейная 50-я выставка. Представлено 55 живописных работ и 15 плакатов, документальных плакатов о своей жизни, о жизни крымско-татарского народа. Вообще все выставки играют огромную роль для воспитания, не только для познания живописи, но и для воспитания молодого поколения. Это были все новости на сегодня. Хороших выходных. На следующей неделе русские выпуски новостей будет вести моя коллега Нариман Тарсинова. Оставайтесь с телеканалом Милет. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова